ДИКИЙ ЗАПАД Смог из ружейного ствола, серебро, большой каньон, Джон Уэйн и индейцы. Все эти образы мгновенно проносятся в нашем сознании при упоминании Аризоны, штата на юго-западе США, на самой границе с Мексикой. Аризона славится своими пустынями и огромными каньонами. В национальном парке Сагуаро на юге штата растут кактусы в виде канделябров, которые стали признанными символами этой местности. Туссонские горы достигают здесь в высоту более 1400 метров. В парке Сагуаро более тысячи видов растений. Тут произрастают гигантские апунсовые кактусы корнигия, а также мескитовые деревья и фукьерии. В более высокогорных районах можно встретить сосны и можжевельник, а в определенное время года здесь цветут люпины и маки. Кроме того, парк населяет огромное количество различных видов животных. Все здешние растения и животные прекрасно приспособлены к жизни в жарком и засушливом климате пустыни. Это место отнюдь не такое безжизненное, каким кажется на первый взгляд. Национальный парк Сагуаро был основан в 1994 году. Он состоит из двух частей. В меньшей западной части преобладают крупные кактусы, достигающие высоту более 20 метров. Восточная часть парка расположена на высоте 2600 метров над уровнем моря. Это гористая местность – страна индейцев Навахо, проживающих в резервации. Навахо – второе по численности туземное племя в США. Индейские племена оставили свой след. Например, хопи создали так называемую культуру Пуэбло. Поначалу они жили в землянках, а потом начали строить каменные дома. Дикая природа в этом районе разнообразна. Здесь много видов зайцев и кроликов, койотов и пекарей. В горных районах пантеры и гималайские медведи охотятся на белохвостых оленей. В парке можно встретить самых разнообразных лисиц, енотов, коати, скунцев, барсуков. Только птиц здесь насчитывается около 200 видов. Птицы – символы штата, кактусовые крапивники и красноголовые дятлы устраивают свои гнезда на стеблях гигантских кактусов. Эти кактусы вырастают примерно к 70 годам. В это время у них появляются дополнительные боковые стебли. В Аризоне распространены также калибри, кукушки-подорожники, которые бегают быстрее, чем летают, несколько видов гремучих змей, в том числе аризонские аспиды, а также тарантулы и скорпионы. Наибольшую опасность для кактусов представляют сильные засухи и морозы, пожары и ураганы. И по мере роста угрозы все те же – засухи и пожары, морозы и растительные болезни, а также человек. В парке много разных видов кактусов, и во время цветения они окрашивают пустыню в самые разные оттенки – желтый, зеленый, бронзовый, красный и малиновый. Перед нами огромная территория, которая формировалась многие миллионы лет. Кто-то скажет, что это просто большой кусок земной коры, который сталкивается с другими литосферными плитами или отдаляется от них. Эти геологические процессы происходят и сейчас. Их трудно почувствовать, но они есть. Мы находимся в области бассейнов и хребтов. Этот регион включает земли юго-запада США и северо-запада Мексики. Большая часть американской меди, золота, серебра и бария добывается именно в этом регионе. Стебли этих кактусов в длину почти 18 метров. Летом температура здесь достигает 40 градусов в тени, а зимой может опускаться ниже отметки в минус 4 градуса. В этой засушливой местности годовой уровень осадков не превышает 300 литров на 1 квадратный метр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Безжизненные просторы, пустыня, валуны. И вдруг поразительное зрелище. Между Калифорнией и Невадой находится знаменитая Долина Смерти, самый засушливый регион на планете. Самая низкая точка этой долины на 86 метров ниже уровня моря. Посмотрим теперь южнее, поверх цепи Амаргоса, на цепь гор Панаминт. Кажется, это самый негостеприимный уголок природы во всей стране. И все же он отличается поразительной умиротворенностью и особым шармом. В этом районе самое популярное место паломничества туристов впадина Бэдуатер, которая представляет собой остатки древнего озера Мэнли. Этот глиняно-солевой бассейн регулярно заполняет дожди, превращая всю впадину в мелководный стоячий водоем. Эти мелководные озера очень быстро испаряются, оставляя после себя соль. Вот откуда название Бэдуатер, дословно плохая, непригодная для питья вода. Здесь могут выжить лишь несколько видов живых организмов. Насекомые, улитки, солеросы. Растения, которые обильно покрывают богатые солью, приливно-отливные полосы морей. Поверхность здесь гладкая, как стекло, а местами очень каменистая, как на этом дьявольском поле для гольфа. Некоторые шутники иногда и правда бросают здесь мечи для гольфа, глухой звук которых долго разносится по долине. С точки зрения геологии, это поле для гольфа необычайно интересно. Земная кора здесь очень тонкая, а поэтому чрезвычайно хрупкая. Кто-то уже сделал лунки для игры? Нет, здесь причудливые солевые пики и впадины. Результат естественных процессов, а не работы смотрителей гольф-палей. Маленькое примечание для любителей гольфа. В 18 километрах отсюда, в городке Фернос-Крик, есть настоящая площадка для игры на 18 лунок. С шоссе Артистс Драйв мы сворачиваем на запад, на шоссе Панамин Драйв. Везде, куда ни глянь, горы и долины – незабываемое, чарующее зрелище. Все это создано природой в результате постоянных сдвигов земной коры и эрозии. Земная кора здесь относительно тонкая, как в долине Бэд-Уотер, и вздымается, как горная цепь. Сверху видно, что ландшафт здесь образован регулярным чередованием выступов и впадин. Как будто земля здесь сморщивается. Или строят причудливые архитектурные формы. Артистс Драйв – 10-километровая дорога через долину смерти. Это один из самых любимых туристических маршрутов. Окисление различных минералов в горных породах придаёт им разнообразную и очень пёструю окраску. Соли железа окрашивают горы в красные, розовые и жёлтые цвета. Красная медь и слюда вулканического туфа в зелёный и бирюзовый. Марганец – в фиолетовый. Волшебство камня и цвета, постичь которое никто не может. Геологи отчасти помогают нам понять, как образовалась эта красота. Они обнаружили, что порода состоит из нескольких пластов, соответствующих определённым геологическим эрам. Так скалы в долине смерти пережили как минимум 4 эры. Это видно по следам вулканической активности. 3 или 4 эры, во время которых накапливались осадочные отложения и происходили сдвиги земной коры. Кроме того, как минимум дважды местность полностью покрывалась льдом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скала «Красный храм» находится в золотом каньоне и возвышается над пустыней на 150 метров. Грандиозная каменная стена, состоящая из окиси железа, ярко-красного цвета. Как и долина Будуатер, дно этого каньона расположено очень глубоко, на 85,5 метров ниже уровня моря. Это самая низкая точка на всем американском континенте. Золотой каньон полностью оправдывает свое название. Здесь царит невероятная красота и умиротворение. Субтитры создавал DimaTorzok Еще одно завораживающее место. Мескитовые дюны рядом с колодцами Стоуфпайп. Этот удивительный район занимает площадь около 4 квадратных километров и находится в северной части долины смерти. Песчаная местность часто используется в кино. Здесь были сняты некоторые сцены из «Звездных войн». Субтитры создавал DimaTorzok Гребни самых высоких дюн достигают 50 метров. А на заднем плане, как будто нарисованные, возвышаются горы Амаргоса. Ветер здесь главный архитектор. Прямо в центре видны белоснежные, выточенные ветром скалы. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Мозаичный каньон находится в северо-западной гористой части долины. Название свое он получил благодаря причудливому цвету скал. Породы, окрашенные в самые разнообразные оттенки, создают неповторимый узор, напоминающий мозаичное панно. Юго-запад – сухая песчаная пустыня, покрытая валунами и редкими кустами, а также скалами самых поразительных форм. Блуждая по глубоким ущельям, мы все время встречаем доломиты – минералы известкового происхождения. Долина богата драгоценными металлами – золотом и серебром, а также минералами типа талька и буры, которые используются в мыловарении. Своё мрачное название долина смерти получила в 1849 году, когда сюда прибыли кладоискатели по старому испанскому торговому тракту, соединявшему Санта-Фе, штат Нью-Мексико и Лос-Анджелес. Они приехали в долину и заблудились. По легенде, когда, наконец, люди нашли выход у перевала Уингейт-Пас, один из таких кладоискателей, потерявших все свои сбережения, обернулся и крикнул «Прощай, долина смерти!». Перед нами простирается рай для людей, увлеченных двумя вещами – скалолазанием и ботаникой. Национальный парк Джошуа-3 находится на юго-востоке штата Калифорния между двумя пустынями – Мохаве и Колорадо. Любители ботаники, несомненно, оценят самое интересное здешнее растение – древовидную юбку. Оно очень похоже на кактус, но относится к семейству лилейных. Эта природная зона площадью в 3000 квадратных километров получила статус национального парка в 1994 году. Здесь что, играли в кости великаны? По крайней мере, такая мысль возникает при взгляде на эти гигантские скалы из гранита. Каждый год они привлекают сюда толпу туристов-скалолазов. Скалы образовались после остывания и затвердевания вулканической магмы, вышедшей на поверхность. Их причудливый внешний вид – результат многолетней эрозии. Во многом, благодаря ему, долина названа каменной страной чудес. Джошуа-3 разделяет две пустынных области, расположенные на разных уровнях и имеющие разные экосистемы. Субтитры создавал DimaTorzok Куда ни глянь, кактусы. Все они относятся к гвоздично-цветным. А вот довольно необычная пара кактусов – цилиндропунции. Они распространены по всему американскому континенту – от Канады на далеком севере до Патагонии на крайнем юге. Их семена разносят перелетные птицы, козы, полевые и летучие мыши. Субтитры создавал DimaTorzok В парке можно передвигаться на автомобилях, однако дорог здесь немного. Дорога Бэйсен-Роуд протянулась от южной стороны до центра парка. На ней оборудованы специальные места для отдыха. Джошуа-3 поражает воображение обилием и разнообразием флоры и фауны. Парк обязательно стоит посетить, но лучше в зимнее время, так как летом жизнь здесь замирает. И это неудивительно. Уже в 9 утра некуда деться от палящего зноя. В парк любят приезжать альпинисты. Здесь проложены тысячи специальных маршрутов разной степени сложности. Однако все они достаточно короткие, так как скалы здесь редко достигают 70 метров в высоту. Получить доступ к местным альпинистским тропам достаточно трудно. Нужно обладать хотя бы базовыми навыками скалолазания. С первого взгляда ясно, что эта скала гранитного происхождения. Она не прошла шлифовку льдом, водой или снегом, как скалы в более северных широтах. Климат в национальном парке Джошуа-3 обычно очень сухой. Влажность здесь около 25%. Весной и осенью температура днем достигает примерно 20 градусов Цельсия. Ночью около 10. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Летом 35 градусов Цельсия в парке обычная отметка. Зимой столбик термометра зачастую опускается даже ниже нуля в ночное время, хотя днем может держаться на уровне плюс 15 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Немногочисленные деревья, вроде этих сосен, разнообразят довольно скудный ландшафт пустыни. В августе 1936 года Джошуа-3 был объявлен государственным заповедником, а в 1994 году Конгресс США поднял его статус до уровня национального парка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Название местности Джошуа-3 дали мормоны, первыми из европейцев, посетившие эти места. Они верили, что необычные местные югковые растения, как библейский Иисус, указывают им поднятыми ветками путь на запад, к земле обетованной. Югковые кактусы прекрасно себя чувствуют в этом климате. Они, как и кактус сагуара, еще один символ североамериканских пустынь. Они вырастают выше 18 метров и живут очень долго, иногда более 900 лет. Югковые цветут в апреле и мае. Ирландская группа YouTube назвала в честь этого места целый альбом. Одна из их песен так и называется – Джошуа-3. Вот ее слова. Небеса пустыни и мечты под ними. Реки быстро бегут и быстрее высыхают. И мечты обновленной нам так не хватает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот она, самая главная достопримечательность. Каждый, кто видит ее впервые, замирает в немом восхищении перед природным феноменом, подобного которому нет нигде в мире. Арки из песчаника в Национальном парке Арк. Одна из них – изящная арка, символ мормонского штата Юта. Эта арка, несомненно, прекрасна, но она лишь одна из многих. В Национальном парке Арк, основанном в 1971 году, находится большая часть всех каменных арок мира – свыше двух тысяч. Постоянная эрозия здесь постепенно разрушает старые формы и создает новые. А вот уже результаты деятельности человека – индейские наскальные рисунки 17-19 веков. Все это восхитительное каменное великолепие создал ветер. А еще важнейшую роль в формировании арок сыграла вода. Около 300 миллионов лет назад эта местность была огромным водно-солевым бассейном. В сухом климате вся жидкость постепенно испарилась, оставив после себя только соль. Затем, несколько сотен лет пресная вода, попадавшая в бассейн, наносила на соляную подушку толстый слой разнообразных осадочных пород, в основном глины и известняка. Поразительно, как долго трудились ветер, вода и время, пока из множества слоев пород не спрессовались плиты песчаника юрского периода. Разумеется, арки восхищают не только геологов. Эти причудливые формы завораживают всех. Постоянные изменения направления ветра, песок и соль сформировали красоту, которую мы видим сегодня. Сосновая арка — живое тому подтверждение. Арки кажутся устойчивыми и нерушимыми, однако они постоянно меняются. Порода непредсказуема, поэтому любое воздействие природных факторов влияет на нее и в конце концов разрушает. Стены упадут, оставив только обломки. Потом потоки воды постепенно создадут в скалах новые отверстия, новые фантастические арки. Однако, чем крупнее и причудливее они будут, тем больше будет вероятность их быстрого разрушения. Перед нами пейзажная арка с длиной перекрытия 92 метра. В 1991 году пейзажная арка частично обрушилась, поэтому одна ее часть теперь такая тонкая. Пока эта красота еще сохраняется, но никто не знает, надолго ли. При богатом воображении можно представить себе, что эти скалы — огромный свадебный торт. Настолько они ажурны и неустойчивы. А еще они напоминают замки из песка, такие же изящные и недолговечные. Помимо поразительных арк, в парке много уникальных балансирующих камней, вроде этих скал под названием «Трисплетницы» или валунов странной формы типа этой овцы или «Вавилонской башни». Всего в нескольких километрах отсюда, в долине Моап, течет река Колорадо. Фантазия здешних туристов не знает границ. Почти все арки имеют какое-нибудь поэтическое название. Балансирующая скала. Двойное О. В парке есть даже своя огненная печь. Субтитры создавал DimaTorzok Или вот, например, северное и южное окно, которые иначе называют «очками». А вот эти маленькие каменные ворота носят название «Арка с башней» или «кафедра». Немного фантазии, и северное и южное окно действительно станут похожи на очки. Однако даже без очков понятно, что это место – настоящий рай для всех, кто любит природу. И туристов здесь пруд-пруди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В каньоне Антилопы поразительная игра красок и света. Этот каньон был образован 30-километровым заливом Антилопы. Изящные волнистые линии на этих скалах медленно формировались в течение тысяч лет под воздействием ветра и воды. Причудливая игра света на изогнутых скалах делает этот каньон уникальным. Красно-коричневый песчаник особенно завораживает в обеденные часы, приобретая восхитительные постельные оттенки. Название каньону дали в честь Антилоп, которые когда-то здесь обитали. Билеты на вход в него стоят недешево, однако наградой спустившимся будет восхитительное зрелище. Такое ощущение, что находишься внутри огромного торта или в гигантской раковине улитки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Величайшее чудо природы на юго-западе США. Большой каньон Аризоны. Вот это широта размаха. 450-километровая расселена протянулась по северу штата Аризона. Ширина бездны около 100 метров, а глубина более полутора километров. Мы находимся на южной стороне каньона. Здесь нет мостов, только зияющие пропасти. Лучший вид открывается из городка Флагстав на южной кромке каньона. Сейчас зима, и каньон как будто посыпали сахаром. На самой верхушке обрыва мы наслаждаемся красотой заснеженных шапок и захватывающим видом. Эта скала не просто старая, она древняя. Геологи считают, что самым ранним ее слоям более 2 миллиардов лет. Однако наиболее древние породы находятся у дна каньона. Чтобы понять медленные, но неукротимые процессы, которые здесь происходят, мы спускаемся вглубь, совершая тем самым путешествия во времени. Представьте, когда-то плато Колорадо было глубоким водоемом, заполненным илом и водой, а затем, под действием сдвига в земной коры, поднялся на высоту тысячи метров. Скальные породы начали разламываться. Изменился угол наклона, и вода хлынула в скальные трещины, углубив разломы. Это чудо создала вода. Больше нигде на земле нельзя увидеть такие глубокие трещины в земной коре. Вот почему это место так популярно у альпинистов. И неудивительно, им здесь есть где развернуться. Большой каньон не только восхищает геологов и других ученых особенностями своего происхождения, но и завораживает обычных туристов своей невероятной красотой и поразительной перспективой, которую даже трудно окинуть взглядом. Сосульки в пустыне? Да. Здесь, на южной кромке Большого каньона, вперед с ноября по март, это отнюдь не редкость. Весной здесь иногда выпадает снег. Летом господствует испепеляющий зной. А спуск в ущелье более рискованный, чем рафтинг по реке Колорадо, что в долине каньона. Сосульки в пустыне. Сосульки в пустыне. Солнце, зной, горы. Град, дожди и снега, ураганы и безветрие. В таких климатических условиях жили и охотились индейцы Пуэбло более трех тысяч лет назад. Солнце, зной, горы. 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 А вот обычное зимнее зрелище. Группа самок лосей ищет в снегу корневище. Американцы называют олени лосами. Олени, горы. Солнце, зной, 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 горы. А ведь когда-то это огромное чудо природы не считали чем-то ценным. Каньону придали статус заповедной зоны лишь в 1919 году. Река Колорадо, которая сейчас по правую сторону от нас, течет по плато, находящемуся на 750 метров ниже уровня моря и глубоко врезается в ландшафт. Солнце, зной, горы. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Мы покидаем плато. Проходя тропы южного Кайбаба к Скелетон-Пойнт, мы углубляемся на 650 метров в расщелину каньона. Непростая задача даже для бывалых альпинистов и опытных пеших туристов. Быстрые изменения погоды и дефицит воды способны отпугнуть многих. А этот маленький проказник – аризонская серая белка. Они питаются преимущественно семенами, фруктами, грибами и насекомыми. Однако не брезгуют также птичьими яйцами и птенцами. Хотя этот бельчонок сидит у всех на виду, кажется, он совсем не боится нападения своих извечных врагов – плотоядных птиц и мелких хищников вроде енот. Он как будто говорит всем «Эй, это мои владения!» И все тут мое. Каньон – одно из самых популярных туристических достопримечательностей в США и во всем мире. Каждый год его посещают около пяти миллионов человек. Одни предпочитают любоваться на каньон с высоты птичьего полета, другие бесстрашно спускаются в долину, третьи и вовсе отваживаются сплавляться по реке Колорадо. Однако большинство приезжает просто посидеть на самом краешке бездны и замирает в восхищении перед этим чудом природы – море скал. А перед нами все те же сосны и кактусы. Которые на расстоянии кажутся красными. Они мертвы, по небу кружат птицы. Если вам хочется увидеть больше живых существ здесь, на южной кромке Большого каньона, придется разбить лагерь и запастись терпением, большим терпением. И выкурить не просто трубку мира, как у индейцев Пуэбло, а много трубок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Река Колорадо – одна из самых крупных на юго-востоке США. Ее длина – 2333 километра. Она является важным источником питьевой воды и электроэнергии. С 19 века воду этой реки используют для орошения хозяйственных угодий. Субтитры создавал DimaTorzok Как это часто бывает, наплывы туристов носят тут сезонный характер. Едва зима уступает место весне с ее намеками на хорошую погоду, как люди приезжают сюда со всех уголков земного шара. И почти все жаждут взглянуть на огромный каньон длиной в 450 и глубиной в 1600 километров. Субтитры создавал DimaTorzok Режиссер Аттила Тенки Режиссер Аттила Тенки